Первая точка на карте – Субсехский проезд, который сейчас готовят к реконструкции. Это станет первым этапом строительства автомобильной магистрали, соединяющей Субсехское и Анапское шоссе. Количество транспорта растет, поэтому строительство объездной дороги до улицы Мирной сейчас, по словам Юрия Полякова, крайне актуально. Для борьбы с пробками на въезде в Анапу, благодаря поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, уже есть решение по строительству кольцевой развязки в районе Санатория «Россиянка» и дополнительной четвертой полосы на Симферопольском шоссе от будущего Кольца до Анапы. Работы должны завершиться до начала курортного сезона 2019. Следующий объект, где побывал Анатолий Вороновский – подъезд к селу Витязева. Для того, чтобы разгрузить улицу Черноморскую, центральную магистраль села, необходимо строительство участка по улице Короткой до улицы Рабочей, который будет примыкать к улице Черноморской. Если мы этот километр 200 доделаем, мы разгружаем центральную часть Витязева, чтобы по улице Черноморской как можно максимально разгрузить. Если можно, Анатолий Вороновский, рассмотрите, помогите нам с решением этого вопроса. Для населенного пункта это очень важно. Вице-губернатор эту инициативу поддержал. В ближайшее время службы Анапы займутся подготовкой проектно-сметной документации по данному проекту. Анатолий Вороновский отметил, что в целом администрация Анапы успешно работает над решением острого вопроса с заторовыми ситуациями на дорогах курорта и пообещал содействие Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края по ряду проблем. Также в ходе объезда территории глава Анапы и вице-губернатор побывали на нескольких участках, где обильные осадки последних дней вызвали подтопление во дворах и огородах жителей. Весь водосбор идет сюда, две реки сливаются, Макскага и Котлома, и они переходят в Анапку. И вот этот весь сбор, чтобы понятно было, общая площадь водосбора составляет 289 квадратных километров, почти 300 квадратных километров. Подтвердился наш прогноз, вода начинает обходить. Уже на 10 сантиметров нам заняться. Хутор Рассвет и станица Анапская находятся на особом контроле у городских оперативных служб. Анатолий Вороновский подчеркнул, что мониторинг ситуации должен быть круглосуточным до полного схода поводковых вод.